Всем привет! Я Диана со старческой помадой, которая очень старит. Мне в комментариях написали, не красит такой помадой, она тебе очень сильно прибавляет возраст. Ну, не знаю, может кому-то так и кажется, пусть даже если и прибавляет. Мне все равно нравится этот цвет помады, я люблю вот этими оттенками пользоваться именно осенью. И зимой пользуюсь, но осенью это прям моя любовь, все вот эти коричневые, шоколадные. Ой, какая тамошка! Атака какой тамошки была. В общем, мне нравятся такие цвета, поэтому я крашусь. Но, знаете, вспоминаю себя несколько лет назад, когда я красилась очень темными помадами, независимо от того, осень, лето или весна, и это выглядело действительно жутко. Я часто могу признать, потому что тогда не было какого-то там выработанного стиля своего вкуса. Ну, то есть печально все было, и такая темная болотная помада у меня была просто на каждый день. Но на тот момент мне это нравилось, поэтому, конечно же, я ни о чем не жалею. Это глупо было бы, жалеть о том, что тебе нравилось какой-то определенный отрезок твоей жизни. Началась такой непринужденной болтовни, но все равно не могу сказать о том, что этой ночью, к сожалению, снова были прилеты. Их было, Леша сказал, четыре. Я слышала только три. Один был очень сильный, очень близко, тряслись подоконники. А все остальные были такие, знаете, далековатые. Ну, слава богу, вроде бы без жертв. Но, тем не менее, знаете, это было вот утром, часа в четыре утра, может, пять, я плохо помню. Уже думаешь, что вроде бы вот она, та самая ночь, когда тебя не разбудят эти звуки. Нет, все равно, все равно. Такое ощущение, что какой-то график, реально расписание, вот каждую ночь долбить. И не важно вообще куда, когда, во сколько, просто лишь бы вот надево. Ну, такое. Это непросто, но мы справляемся в любом случае, потому что мы сильные. Я стараюсь просто не думать обо всех последствиях, о том, что эта ракета может в меня прилететь. Я себе просто этого не позволяю. Я себе это блокирую, чтобы не сходить с ума. И когда наступает день, жизнь налаживается. Серьезно, я вот и с мамой об этом говорила, и с Лешей говорю, я не люблю, когда идет ночь. Все, вот это идет ночь, начинаешь тревожиться, тебе некомфортно, ты начинаешь обо всем этом думать, ждать. Наступает день, нормально, все, как бы, да, тревоги были днем, но они, слава богу, без происшествий. И как-то ты начинаешь привыкать к тому, что днем ничего, а ночью что-то. Вот, ну, такое не очень приятно, конечно, но что поделать. Это я о последних новостях. Я приехала в салон красоты, Гармония называется. Тут просто работает тетя Наташа, это мама, она знакомая. Женщина, у которой я очень-очень давно стригусь. Я просто про нее вам не раз рассказывала. Она просто работает в этом салоне, тут в районе Украины. Я буду стричься. Покраску пока не буду делать, просто потому что сейчас немножечко финансово неуместно будет в этом месте это делать, потому что у нас несколько праздников, и есть еще одна затея. Не знаю, воплотим ли мы ее в жизнь, но там тоже нужны финансы. Возможно, будет конкурс в октябре. Я вообще, вот, знаете, не так давно об этом узнала, я не рассчитывала на конкурс. Ну, короче, отрат предвидится много, поэтому окрашивание сейчас пока отложу. Либо сама можно покраситься дома, но все-таки лучше бы я доверилась мастеру, даже если это в цвет, там, какой-то приближенный к твоему, да. Но стричься буду, стричься сегодня буду, и пойду потом на танцы. Современная, к сожалению, одна, потому что Калина еще болеет, и она приняла решение не идти, ну, правильно делать, потому что, ну, там, чтобы себе хуже не сделать, и других, да, не заражать девочек. Вот, а я на грани, я чувствую, что я могу заболеть, но я лечусь, поэтому пока что я нормальная. Я вчера на меня хотела напасть с кашей сильной, но я растерла, у меня есть мазь, доктор Мом, грудную клетку, взяла стрепсилс, и вот это мне помогло, да, я нормально спала. Ну, до, сами понимаете, чегов. Идемте стричься, короче, уже не могу, уже прям хочется. Мы красоту невероятную сделали, сейчас, конечно, ветер будет все мне разлетать, но я к этому уже готова была морально, потому что с челкой я уже ходила. В общем, сейчас нервный срыв случится у тех, кто говорил, не стриги челку, но, ребят, я поняла, что я хочу снова эту челку, эту шторку. Настолько она мне нравится, мне кажется, она мне очень идет, и, ну, вот, мне нравится. Я засматриваюсь на девочек с этой челкой, я прекрасно знаю, какая она в уходе, потому что я с ней ходила, я ее укладывала, я знаю, что она противная к ветру и к шапке, как и любая челка, но мне хочется. Я отношусь к экспериментам с волосами легко, то есть вот захотелось покраситься, и ты реально чувствуешь, что тебе это нужно, красься, захотелось каре, делай каре, хочешь пикси, пожалуйста, у тебя одна жизнь, у тебя другого шанса не будет. Это всего лишь волосы, они отрастут, вот, и мы еще помимо челки мне сделали не каскад, как тут Наташа сказала, что уже каскад не говорят, и если вы садитесь в кресло и вам говорят, ну что, подстричь каскад, говорите, что вы стричь не будете у этого мастера, потому что сейчас как бы больше идет понятие о каких-то слоях, вот, слои, слои, потому что она говорит, раньше каскад как стригли, брали вот тут волосы на макушке, чик, оно вот так вот все пораспределялось, и вот тебе каскад, ну, типа, сейчас не так, все как-то осовременилось, поэтому мы не сделали такую стрижку небольшую слоями, мы много длины срезали, но все равно длину оставили, как бы, тем не менее, пойду там лучше дорогу перейду, и мы укоротили, сделали объем, получается, то есть у меня теперь достаточно, ой, у меня даже почти ниже, нет, ниже лопаток, почти ниже лопаток, то есть еще выше подстрижено, короткая такая у меня стричечка получилась, ну, как для меня, да, вот, и она объемная, и мне тетя Наташа показала, как можно с помощью брашинга сделать объем вот этот вот на макушке, чтобы смотрелось и гривее, и веселей, и, как бы, я попробую сама потом это все сделать. Мне очень нравится, ребята, это мое, я просто внутри чувствую, что это мое, вот поэтому я радуюсь. Я чуточку в шоке, я зашла в булку у нас в центре города, и здесь есть профитроли, ну, вообще, это шубы, да, тут же крокерин сверху, красный бархат есть, морковный торт, медведь и наполеон, ну, просто в нашей булке такого нет, я вообще в шоке, простота неимоверная. Чтобы вы понимали, как у нас люди используют столики с Макдональдса, он же у нас не работает, а все, ностальгируя по нему, приходят сюда с чем угодно, едят что угодно, ну, не выгонят же отсюда людей, как бы. Здесь за ними, конечно же, никто не ухаживает, столики грязные, но тем не менее. Просто, знаете, я уже говорила, проблема с лавочками в центре города, я когда что-то себе покупаю, что перекусить, сесть просто негде. Да, по поводу перекусить, я все-таки не в булочке себе купила перекус, а в центральном сельфо, какой себе патит, патит, я даже не знаю, что это, с курицей и сыром. Похоже на красивый чебурек, 18 гривен такая штука. Потом я заходила в Еву, в Еве купила вот такой блеск, который мне вчера очень сильно приглянулся, это от той же фирмы, в которой у меня пудра и я тональный крем купила, Патриция Лидо, очень легко узнать именно этот бренд по его названию, запоминающийся, и по упаковкам. Там вот такие есть узоры, да, на помаде, на блеске, и вот этот узорчик, как на пудре у меня, я вам показывала. Ну, пока мне очень нравится эта косметика, поэтому я как-то ее тестирую. Короче, помада мне понравилась именно по цвету, я такое сильно люблю, но для того, чтобы не пользоваться только шоколадной помадой, которая у меня темная, это светлее. Ну, тоже такой, знаете, осенний красивый оттенок, он, кстати, 0,3, вот, 0,3, и стоит сейчас по скидке в Еве 120 гривен. Еще купила маленькую расческу, дело в том, что я потеряла свою маленькую расческу с зеркальцем, и найти такую же, вот она была круглая, небольшая, практически нереально, я нигде не вижу такого, вообще нигде, я все обошла, не увидела. Поэтому купила просто маленькую хорошую дорожную расческу, тоже, кстати, она была акционная, и она была последняя, там она стоила около 100 гривен, я купила за 60, что-то такое. А сейчас, тем более, когда челка, без расчески ходить вообще нельзя. Короче, я перекушу и пойду на танцы. Так вот, что еще хотела сказать? Я пришла в центральное сельхо, а там какой-то сумасшедший же Наташ, куча людей, на кассе куча людей, все ходят с пивом, я не вижу ничего случилось, а там, получается, чернинская, по-моему, дива, вот, они сделали такой патриотические бутылочки, я не знаю, что у них там за акции, и там либо бесплатно, либо с какой-то огромной скидкой продается пиво. Так вот, люди там все разбирают, мужики подходят, им говорят, где взять это пиво, где взять акционное пиво. Ну, короче, там просто... А, вон оно, кстати, стоит, я вам сейчас его приближу, покажу. Просто трэш, джиотаж из-за пива. Вон оно стоит на этом мусорнике. Ну, понятно, что приблизить красиво не получается. Я все забываю, что здесь у нас возле Украины открылся сэндвич-маркет. Прикольная такая штука, это от создателей... Господи, от создателей, от... Да, создателей очага, у нас есть такой ресторан. Вот, и у них открылся вот этот ларек-не ларек, магазинчик сэндвичей, там, бафли, там, тортильи. Ну, в общем, такие, знаете, быстрые пивы, быстрые перекусы, я что-то все никак туда не попаду. Хотя все время еще, чтобы такого быстрого перекусить, надо будет как-то зайти протестировать. Это так, для тех, кто в Запорожье не знает, что нового подкрывалось, вот это не так давно открылось. Немножечко укладка пропала после танцев, потому что танцы были очень интенсивные, я была мокрая, просто ужасно. Ну, челка, несмотря на то, что она была мокрая, ну, вот реально очень мокрая, она там обсухла, как-то селила нормально. В общем, мне очень нравится, прям очень-очень-очень, я довольна, я вижу, сколько мне прислали реакций в Инстаграм, там куча ответов, куча лайков, куча комплиментов. Кому не понравится, тоже пойму, потому что это дело вкусное. Я рада, что многие люди со мной, знаете, сконтачились, ну, прям видят, что мне идет, и я даже не стесняюсь говорить, что мне идет, потому что я считаю, что мне идет. Мне, в принципе, даже прямая челка шла, я когда-то ходила с прямой вот такой. Ну, вот есть люди, которым совсем как-то челки не очень, а я как бы из тех, кому идет. Вот, буду укладывать все, стараться, пытаться. Очень-очень я довольна. Смотрите, как прикольно получилось. Мне даже какой-то вайб, не знаю, не 90-х, я даже не знаю каких, вот какая-то вот винтажная даже немножко прическа получилась. Или мне это напоминает какую-то прическу парижанки. Вот, ну, в общем, я очень-очень довольна, и сегодня, в принципе, видео этому посвятила, наверное, для того, чтобы замотивировать тех, кто хочет каких-то перемен и все откладывает, на то, чтобы вы делали то, что вы хотите, потому что жизнь одна. Жизнь одна, вот. Я уже дома, идет вечер, точнее, ночи. Конечно, я волнуюсь, но стараюсь не сильно волноваться. Да, Мона? Мона? Кись-кись! Иди сюда! Иди, куда ты дропанула? Иди, моя девочка, иди, мои халюся! Иди, я тебя возьму, иди. Иди, мой зайчик, иди, тебя давно не показывала. Моя пусистая зайка! Моя девочка! Все, друзья, спасибо за ваш просмотр! Всем пока! Приходите в Инстаграм, вот, смотрите там истории, танцы иногда выкладывай, какие-то рилсы интересные. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok